В сентябре в школе-интернате номер 108, как в любом другом образовательном учреждении, начинается новый учебный год. В течение многих лет начинается он с благодарственного молебна. Насельник Николу Грешского монастыря и романах Александр по благословению наместника обители в первый осенний месяц традиционно приезжает в московский интернат. Каждый человек имеет свой талант, свое дарование. И один человек может очень хорошо играть на инструменте, другой человек может хорошо петь. И все эти дарования, они свидетельствуют о том, что Господь создал нас по своему образу и подобию, что Господь наделил нас теми талантами, которыми сам обладает. И мы вот эти таланты должны преумножить. Сегодня в школе-интернате обучается почти 130 ребят, страдающих разными заболеваниями. Практически все они из трудных многодетных семей, в которых растут по 10-12 детей. Директор учебного заведения Галина Бажанова более 40 лет своей профессиональной деятельности посвятила неблагополучным деткам. Она знает о всех проблемах и печалях своих воспитанников, об их страхах и огорчениях. Галина полна уверена, что каждая встреча с гостями Николу Грешского монастыря, каждое посещение подмосковной обители приносит ее маленьким подопечным огромный заряд душевной радости и физической бодрости. Этим детям жить без веры нельзя. А дети поверили в то, что есть люди, которые готовы о них заботиться. Они проводят вместе с нами праздники. Если мы выезжаем куда-то, мы непременно получаем благословение. Воспитанники интерната чутко реагируют на тепло и внимание взрослых людей. Для них отец Александр – долгожданный собеседник, у которого для каждого есть доброе слово, есть время послушать и готовность ответить на волнующий юную голову вопрос. Нужно сказать, что этот любознательный народ интересуется самыми разными темами, в том числе и тем, как православная церковь относится к вопросу реинкарнации. Своеобразный импровизированный блиц-опрос, в котором принимал участие только один отвечающий, отец Александр, прошел в актовом зале школы-интерната. Человек отдается одна жизнь, это очень важно, поэтому ее нужно провести правильно. Так, давайте. Сколько лет жил Иисус? Сколько лет? Иисус жил. 33 года. Он родился от Пресвятой Богородицы, проводил земной подвиг, совершал много чудес, совершал много разных добрых дел, которые мы читаем из Священного Писания, Евангелия. И вот эти дела, они явили нам пример того, как должны мы с вами жить. Многочисленный разновозрастный интернатовский народ – люди обстоятельные. Азы православной веры осваивают неспешно, внимательно приглядываясь к духовному наставнику. Три пальца, сложенные вместе, означают единство Троицы – Отца Сына и Святого Духа. Два прижатых к ладони – соединение божественной и человеческой природы Иисуса Христа. Детские пальчики послушно делают четыре остановки, осеняя юного христианина крестным знамением. С верой, благоговением и молитвой воспитанники школы-интерната открывают для себя новый бескрайний мир, где не нужно доказывать свое право на любовь. Мир, в котором ты любим уже по одной только простой причине – ты – Дитя Божие. Продолжение следует. Продолжение следует...